Ирина Коняева. Ловушка для дракона. Глава первая. Я выхожу замуж за дракона. «Что?» — уточнила кузина, проливая чай на скатерть. Родители одновременно звякнули чашками облюдца, посмотрели заинтересованно. Папа изогнул темно-рыжую бровь, демонстрируя не столько удивление, сколько ехидство. Только вчера в его кабинете я решительно сообщила, что замуж в ближайшие годы не пойду, пусть даже не старается, и очередной список женихов читать не стану. Послала ему нежную улыбку и ресничками похлопала. «Папуле у меня золото. Балует, правда, чрезмерно. Но лично я не жалуюсь. Вполне всем довольна». «Замуж. За дракона. Осталось понять, какого?» — ответила сразу всем, откладывая газету. «Император приказал опоре нашей нации жениться и одарить страну талантливыми наследниками. Это мой шанс». «Так, может, и я выхожу замуж?» — обрадовалась Эсмеральда. «Тебе шестнадцать», — напомнила я кузине и обратилась к родителям. «Когда я приведу в дом дракона, пожалуйста, ведите себя прилично. Не бросайтесь ему в ноги, не кричите. Спаситель ты наш. Договорились?» «Не уверен, что смогу сдержаться». «А ты, дорогая», — уточнил у мамы папуля, театрально прижимая руку к груди. «Сомневаюсь, что нам придется прилагать столь титанические усилия. Драконы-хищники, а не добыча. А Дарина явно собралась устроить охоту. Им это не понравится». Мама посмотрела на меня в упор. «Думаешь, у меня не получится?» — процедила я, сузив глаза. «Вот вечно она так. Не верит в меня. Думает, девушка должна быть кроткой, милой, нежной, воздушной и... бесхарактерной. А я не такая. Слишком яркая, темпераментная, эмоциональная. И локоны — рыжие, буйные, непокорные. И глаза не тёплые, карие, как у папы, или загадочно тёмно-шоколадные, как у неё. А янтарные, будто в пламени костра взрываются крошечные солнечные брызги». «Думаю, как только драконы узнают, что на них охотится такая ягоза, как ты, отправятся в тайную канцелярию, чтобы получить артефакты невидимости вместе с политическим убежищем», — пошутила мама. «Очень смешно», — фыркнула я. «Кстати, а глава тайной канцелярии тоже дракон. Дарина, может тебе наняться к нему?» — восторженно предложила кузина. «Служебный роман? Это так здорово! Тебя обязательно возьмут. С твоими-то талантами». Эсмеральда многозначительно поиграла бровями и посмотрела на меня с выражением «Ну же, похвали, шикарно ведь придумала, да?» Нужно спрятать от неё любовные романы. Не то вырасти, думая, будто на работу девушки идут не ради денег и амбиций, а чтобы найти жениха. Хотя, боюсь, кузина запущенный случай. «Шутишь? Хочешь, чтобы фан-клуб Шаара да Арина меня порвал на много-много маленьких кусочков? Нет уж, выберу себе дракона побезопаснее». То есть нарисованного, самым искренним участием уточнил папа. Или плюшого, с красивым розовым бантом на шее. «У меня из ушей едва дым не повалил». «Поражаюсь, как тебе удаётся язвить, не умирая при этом с осмеху?» «Я тренирую сдержанность», — с постной мины ответил папуля. «Чтобы в момент знакомства с будущим зятем не рухнуть на колени и не клясться ему в вечной любви, осыпая благодарностями, что взял в жёны мою строптивую дочь. Всё, как ты просила». Эсмеральда неприлично прыснула. Я тоже не смогла больше дуться. Сперва хмыкнула, затем захохотала в голос. Мамуля улыбнулась, но спустя пару мгновений прикрыла губы салфеткой и позволила себе рассмеяться. Папа довольно улыбнулся. «Дарина, я не против, чтобы ты попробовала окрутить несчастного, ни в чём не повинного дракона. Но не хочу, чтобы расстроилась, если вдруг твоя затея не удастся. И хочу напомнить в очередной раз, самое главное — это обучение в академии. Хором закончили мы с Эсмеральдой». «Именно. Любые ваши коварные планы не должны мешать учёбе. Диплом не за горами». «Самое главное — это репутация». Не согласилась мама и послала папе недовольный взгляд. «Вы девушки и всегда должны вести себя прилично. То, что ты, Дарина, учишься в семье, даёт определённую свободу. Но всё же, пожалуйста, помни, чему я тебя учила». Я сложила руки на коленях и торжественно кивнула. «Помню. Отлично помню». «Не попадаться». Озвучила я главное магическое правило. Неродительское. Мама закатила глаза. Вздохнула так несчастно, будто ей досталась самая непослушная дочь в мире. Но я все её манипуляции знала на зубок. Правда, исправно на них попадалась, но хотя бы не каждый раз. «Ну, в общем и целом, Дариночка права», — поддержал меня папа, обращаясь к жене. «Мы с Эсмеральдой не стали ждать, когда они начнут выяснять отношения, припоминать, кто сильнее нас баловал, кто больше виноват, что мы выросли такими самостоятельными, и сбежали в мою спальню». «Сейчас я помогу тебе, а ты потом мне. Надеюсь, император не женит всех холостых драконов королевства, пока я дорасту до возраста невесты», — заволновалась кузина. «Договорились», — клятвенно пообещала сестре. «А теперь собирайся. Пойдем выбирать мне дракона». «Как?» «Сходим на рынок, узнаем полный список женихов, а дальше будем действовать по ситуации». «Отличный план. Хорошо продуманный», — съязвила Эсми. «Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и всю жизнь ругать себя за нерешительность. А дракона я точно себя найду, вот увидишь. Никуда он от меня не сбежит». «Мне его уже жаль». «Эй-эй, ты на чьей стороне вообще?» «Извини». Кузина приезжала руки к груди и хлопнула ресничками. Дождалась, когда я милостиво кивну, и продолжила. «Повезет же, бедолаге». «Эсмеральда, не говори так о моем будущем муже, а то сама останешься без дракона». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова